Всех пламенно приветствую, с вами Фрост и это 36 выпуск игрового дайджеста на канале Брейнант. Новая порция новостей уже ждет вас, погнали! Компания Capcom официально сообщила о том, что продажи Resident Evil HD Remaster, ремастер от издания ремейка Resident Evil, превысили отметку в 1 миллион копий. Источник уточняет, что в это число входят реальные продажи игры на физических носителях и цифровых версий конечным пользователям. Хочу вам напомнить, что Resident Evil HD Remaster стал самым быстро распродаваемым цифровым релизом в истории компании на территории Северной Америки и в Европе. Кроме того, переиздание установило новый рекорд по продажам в PSN в течение суток после релиза. Средний балл Resident Evil HD Remaster составляет 83 из 100. Фильм Warcraft от Blizzard и Legendary Pictures задержался с прошлой даты релиза еще на 3 месяца. Теперь вместо 11 марта выход картины состоится 16 июня 2016 года. О чем сообщили через официальный твиттер Legendary. Напомним, что сами съемки фильма закончатся еще в прошлом мае. На традиционную запись с камерой ушло 123 дня. С тех пор фильм находится в глубоком постпродакшене, выполняемом Industrial Light & Magic. Первоначально Warcraft планировали выпустить 18 декабря 2015 года. Однако Blizzard решила передвинуть релиз на март 2016, после того, как Disney объявила, что фильм Star Wars The Force Awakens также выйдет в это время. По словам режиссера фильма Дункана Джонса, количество графики в фильме будет подобно Аватару и Властелину Колец одновременно. Стало известно о том, что студия Telltale Games, известная по ряду эпизодических проектов среди которых The Walking Dead, The Wolf Among Us, Tales from Borderlands и Game of Thrones совместными усилиями с компанией Marvel готовит к выходу еще одну игру. Сообщается, что выход проекта намечен на 2017 год и создается он для консолей и PC. Других подробностей, что неудивительно, раскрыто не было. У нас было много дел, заявляет исполнительный продюсер студии. Для того, чтобы найти подходящего партнера, необходимо немало времени. Мы хотим вам рассказать об особенной игре, которая находится у нас в разработке. В ходе этого вечера мы рады сообщить вам о новом партнерстве с замечательной компанией Marvel Entertainment. Мы объединим усилия в работе над нашим следующим совместным проектом, который дебютирует в 2017 году. Компания Square Enix объявила о том, что уже в скором времени магазин Steam пополнится еще одной игрой серии Final Fantasy, а именно 3D ремейком Final Fantasy IV The After Years. Выход игры на PC состоится 12 мая. Среди особенностей релиза вступительный ролик от Visual Works, поддержка достижений и коллекционных карточек. Страничка игры в Steam будет запущена уже в скором времени. На днях состоялся официальный анонс Overlord Fellowship of Evil, разочаровав поклонников серии тем, как изменился геймплей в отличие от прошлых частей, став чем-то более похожим на кооперативный Diablo 3, смешанный с Мэджика, нежели Overlord. Страничка игры уже опубликована в Steam, где были представлены различные детали Overlord Fellowship of Evil. Релиз состоится 25 августа, вот ключевые особенности игры. Традиционный мрачный юмор от Рианы Пратчетт, развитие миньонов до чемпионов, вторжение, уничтожение и лутинг, 4 игрока одновременно. Персонажи с уникальными способностями, игра как вместе, так и друг против друга, процедурная генерация данженов, одиночная игра и кооператив, хаотичный экшен-рпг геймплей. Electronic Arts продолжает поддерживать бизнес-модель Free-to-Play, несмотря на то, что закрывает несколько крупных Free-to-Play игр. Речь идет о Battlefield Heroes, Battlefield Play for Free, Need for Speed World и FIFA World, которые будут отключены 14 июля этого года. Босс Electronic Arts Патрик Содерлун сообщил фанатам, что закрытие связано с тем, что с момента их запуска значительно изменилось то, как люди играют в игры. Однако Electronic Arts настаивает на том, что продолжит поддержку Free-to-Play моделей, которые пользуются широкой популярностью, особенно на мобильных платформах. В качестве примера Electronic Arts приводят FIFA Online 3 и Star Wars The Old Republic, которые развиваются и продолжают увеличивать базу пользователей. Мне вот интересно, как относитесь к Free-to-Play играм вы? Поддерживаете вы эту модель или нет? Какие недостатки бесплатной модели? Напишите свое мнение в комментариях, будет очень интересно узнать. Лучше я покажу в конце следующего выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok